Нажива на пенсионерах. Правоохранительными органами задержана группа мошенников, которые обманным путем выманивали деньги у людей преклонного возраста. Спекулировали злоумышленники именем ветеранской организации. Со своими жертвами злоумышленники знакомились на улице. Представлялись работниками различных соцслужб и ветеранских организаций. Говорили, что скоро из обихода выведут старые образцы валюты, предлагая бесплатно их обменять на новые. По горячим следам была задержана группа лиц, которые на территории города Запорожья совершали мошеннические действия в отношении лиц преклонного возраста и пенсионеров. Как правило, жертвами становились лица, которым приставали на улице и под предлогом обмена денег старого образца на новые образца. Преступники проникали в жилище. По отработанному сценарию один отвлекал, другой воровал. Когда люди понимали, что их обманули, было уже поздно. Заходили к стареньким бабушкам, обманывали, брали деньги. Таким способом ничего. Представлялись сотрудниками дома ветеранов. Было два эпизода. В одних стариков взяли 7700, у другого дедушки, бабушки 2300 евро. В других областях, не помню, ездили. В другие областях, в город Донецк, один раз ездили. Особенно поживиться хотели накануне Дня Победы. Все четверо членов группы – жители соседней области. Двое из них уже были судимы за мошенничество. В Запорожье череду преступлений прервали правоохранители. Группа была задержана с поличным непосредственно сразу же после совершения ими преступления. При задержании у преступников были изъяты денежные средства, которые они завладели мошенническим путем у престарелой потерпевшей. Сегодня количество эпизодов злодеев исчисляется уже десятками. Возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества и воровства.